Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я Михаил Горин, мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Да, приветствую вас из Киева, привет всем, кто нас смотрит в Израиле. Спасибо. Вот стало известно, Блумберг сообщает, что в институте Хадсона в Вашингтоне 13 ноября выступил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. И все цитируют его выступление и главную фразу из этого выступления, что по мнению Ермака следующий год станет решающим, это его выражение, в войне России с Украиной. Скажите, пожалуйста, исходя из чего, на Ваш взгляд, сделано такое вот заключение, что именно следующий год, что означает, по сути дела, что в ближайшее время, до конца года, как бы война не прекратится ни холодная, ни в горячем виде, ни в каком. Что именно произошло, почему именно вот такой срок назван? Ну, назван этот срок по двум причинам, или два соображения. Первое. Выборы в США в 2024 году, и очевидно, вот украинское руководство считает, что после президентских выборов в США, независимо от того, кто победит на этих выборах, позиция США по войне в Украине, она будет скорректирована как минимум, а может быть и достаточно серьезно, существенно изменена. Ну, понятно, почему, наверное, потому что Соединенные Штаты Америки все-таки будут уже переходить на другой театр геополитических действий, это Тихоокеан, Китай, Тайвань и так далее. Посчитал, что задача сдерживания и ослабления России вот на Европейском театре военных геополитических действий, она решена. И второй момент, или второй фактор. Нужно учитывать, что накануне в Украине Ермак дал большое телевизионное интервью, где он сказал, что в войне, если говорить арифметически, с процентным, скажем так, соотношением, уже пройдено 70% дистанции. Осталось 30% до окончания войны. Для чего именно вот так было это сказано и почему фактически об этом же Ермак говорил и в институте Хадсона? Указав, правда, ну не указав на вот это соотношение процентное, 70 на 30, а именно усилив тезис о том, что 2024 год будет решающим годом. Необходима военная помощь. Необходимо, чтобы несмотря на, скажем, предвыборную кампанию в США, несмотря на продолжение кризисной ситуации на Ближнем Востоке и военный Хамас-Израиль, вот Украине сейчас предоставили достаточно серьезную военную и финансовую помощь. Без этого продолжение войны невозможно, потому что сейчас есть вопросы по поводу финансирования. Вот даже в этом временном бюджете, 17 ноября будет принят этот временный бюджет, так, дополнительные вот эти 60 миллиардов, которые, был запрос со стороны администрации Байдена. И, как мы знаем, сейчас Нижняя Палата и спикер Нижней Палаты США Майк Джонсон, трампист, ну, в той или иной степени пытаются разорвать пакет Израиля и пакет, или пакетное соглашение по Израилю и Украине, и пытаются значительно уменьшить эту военную помощь. Поэтому надо усилить риторический накал, риторическое, скажем так, обоснование. И вот оно и заключается в том, что война, решающая фаза войны, это 2024 год, поэтому надо предоставить новый, серьезный, неуменьшенный, неослабленный пакет военной помощи со стороны США. Гермак же это сказал в США. Понятно, что Германия может дать увеличить Францию, но это не решит вопрос. Но с другой стороны, завтра, по некоторой информации, в Украине будет Вильям Бернс, который недавно был в Египте и в Каире, и задача которого, якобы, не знаю, насколько это стопроцентно, но есть такая версия, заключается в том, чтобы снизить сегодня, или завершить конфликт на Ближнем Востоке до конца Нового года и завершить, по крайней мере, активную фазу военных действий на территории Украины тоже до конца Нового года в виде какой-то там заморозки, перемирия, соглашения, прекращения дня и так далее, с тем, чтобы в Новый год, а это уже, собственно говоря, партийный год, праймериз начнутся где-то с конца января, уже был на фоне, скажем, разруленных ситуаций, кризисных ситуаций, как на Ближнем Востоке, так и на территории Украины. Так что сейчас это, как бы, такая негласная, риторическая идет борьба от украинского руководства сегодня в Штатах для того, чтобы через общественное мнение, через экспертные круги поднажать на конгрессменов на Капиталистском холме и на администрацию Байдена. С другой стороны, представители администрации Байдена, Берс, очень профессиональный и дипломат, и разведчик, конфидент Байдена, сегодня находится, вот как будет находиться вот завтра в Украине для того, чтобы, очевидно, решить уже непосредственно, вот здесь вместе с Зеленским, как можно ли и как завершить активную фазу военных действий перемириям в конце этого года. Скажите, пожалуйста, вы упомянули, что вот Украина по-прежнему просит и настаивает на крупных поставках вооружения, финансов и так далее. И Ермак действительно об этом говорил в своем выступлении в институте Хадсона. А почему, на ваш взгляд, этих поставок нет? Им мешают чисто технические проблемы, связанные с финансированием бюджета в Америке. Их нет, потому что, вот как сказал Дмитрий Кулеба, что Евросоюз не сможет выполнить обещание к марту будущего года поставить Украине миллион артиллерийских снарядов из-за, как он выразился, плачевного состояния оборонной промышленности. То есть объективные какие-то технические вещи мешают. Или же этого мешает некая политика США и, может быть, европейских стран в отношении этой войны? Все вместе. Полный букет, полный коктейль. Многих факторов, которые, кстати говоря, сходятся на том, что есть объективные и серьезные трудности. Особенно с военной помощью. Денег дать не проблема. Проблема найти вооружение, технику и так далее. Не говоря уже, что, например, длительная учеба необходима для летчиков, которые должны осваивать F-16. И то это F-16 и то. Как-то так. Не есть панацея для того, чтобы изменить стратегическую, скажем так, стратегическую ситуацию на фронте. Ну, давайте так разбираться. Первое, да. Военной промышленности в Европе сегодня недостаточно для того, чтобы в ближайшее время дать Украине миллион снарядов, которые Европейский Союз обещал, кстати говоря, где-то полгода назад. Так, ее надо перезапустить на военные рельсы, военную промышленность Европы. Но для этого надо четко иметь планы, хотя бы десятилетние, чтобы окупилось эти новые инвестиции в военное производство. Потому что на складах все, нету. Арсеналы, ну, фактически исчерпаны. Поэтому, кстати говоря, министр обороны Ле Корню Франции предлагает Украине уже помощь не по линии государства, а заключать на основе кредитных соглашений, то есть долговой, там так ситуации, контракты с производителями Франции в частном порядке, для того, чтобы Украина получала необходимые виды вооружения. Ну, понятно, что это не делается ни за месяц, ни за два, делается с долговременной перспективой уже на кредитной основе. Это два. Это военно-техническая, скажем так, составляющая. Так, дальше. Есть политическая составляющая тоже, но имеет несколько конфликтов таких, так, таких тлеющих, длительных. Ну, наверное, тяжело для Запада, так, Ближний Восток, ситуация непростая, Украина, Тайвань. Плюс, если нет очевидных, убедительных военных успехов, закрадывается сомнение. А стоит ли сейчас перенапрягаться, искать какие-то резервы, которые уже почти исчерпаны для того, чтобы предоставить тот пакет, объем военной, прежде всего, военно-технической помощи, который необходим Украине для следующего успешного наступления. Плюс, успешное наступление Украины было в 22-м году. Неуспешное, как считается, многие сегодня пишут, вот в западной прессе, вот даже нет и такого уже. Создается фон унылый, если почитать западную прессу. Был неудачный. А если еще рисковать неудачным наступлением в 24-м году, это уже будет в минус Западу, в минус Байдену, в минус Америки. Очень большой риск. Нет гарантии успешного наступления, если сейчас Украина получит затребованные минимум военного снаряжения, боеприпасов и даже F-16. Это уже риск. Так, пока можно сыграть ничью. Пока многие пишут, допустим, там Бломберг писал в воскресенье. Корейская ничья. Вот такой термин все более и более появляется. Зачем рисковать поражением, если можно, как в шахматах, пойти на ничью. Вы знаете, как в чемпионат мира по шахматам разыгрывается. Несколько партий. И иногда шахматисты, гроссмейстеры не рискуют. Играют на ничью за тем, чтобы уже когда сложатся благоприятные обстоятельства, или будет допущена ошибка соперника, выиграть партию и выиграть весь матч. Может быть, такая аналогия здесь работает. Ну и плюс, почему Украине еще нужно сейчас усилить вот это давление, потому что даже не военно-техническая помощь. Речь идет о дефиците государственного бюджета по расходам на финансирование уже не просто военных действий и техники, а на финансирование функционирования государства. Пенсии, военные пенсии, военные выплаты, выплаты государственным чиновникам, системы образования, здравоохранения и так далее. Потому что по информации министра финансов Украины Марченко дефицит 29 миллиардов долларов. А вот сейчас на капиталистском холме блоки выставлены, или барьеры, по крайней мере. А если в Америке будет барьер, и этот барьер сработает, то европейцы с меньшим энтузиазмом, хотя я не вижу сейчас энтузиазма, с меньшим энтузиазмом будут помогать Украине и будут это рассматривать как повод для того, чтобы снизить свою активность, в том числе и при финансировании, при помощи на финансирование государственного бюджета и на военную помощь. Пока, я так понимаю, Украине будут давать то, что, ну скажем так, необходимо для ничьи, для корейской ничьи, для того, чтобы не допустить перевеса России на поле боя. Но для наступления, для нового какого-то большого контрнаступления, пока, как я вижу, может я ошибусь, но Запад, прежде всего Соединенные Штаты, не готовы. Ну и плюс, конечно, и политический фактор, выборы. В 2024 году несложная ситуация в Европе, связанная с пропалестинскими лобби, и на уровне партии, и на уровне власти, и на улице. Мы видим по Европе, по Британии, так и в Британии, Германии, Франции, тоже в Соединенных Штатах Америки. Ну, в общем, все это работает на то, чтобы конфликты или там кризисные ситуации были разрулены хотя бы на время, какое-то время, на весь 2024 год. По поводу выборов. Выборы, да, действительно должны пройти в Америке в будущем году, но они, судя по всему, и пройдут президентские выборы в России. Притом появляется информация о том, что уже создаются какие-то там инициативные группы по выдвижению Владимира Путина на новый срок. И срок этот называется предположительно, естественно, 17 марта будущего года, что сразу привязывает эту дату к десятилетию захвата Крыма. В связи с этим у меня к вам вопрос. На ваш взгляд, какую роль будут играть президентские выборы в России в отношении войны в Украине? Будут ли они вообще затронуты Путиным? Война вообще будет ли затронута Путиным в его программных или каких-то подготовительных выступлениях? Или же она будет просто как бы отодвинута в сторону, как будто ее и нет? Вот что-то идет к себе и идет. И может ли случиться перевертыш какой-то, что Путин вдруг выступит с какой-то миролюбивой, миролюбивым тезисом конец войне? В конце войны не будет такого, потому что... Ну, я бы так вот давайте по порядку. Сейчас, до Нового года, будет попытка большого фронтального наступления. Если для этого... Со стороны России, вы говорите? Со стороны России. Если для этого есть какие-то накопленные резервы, ресурс определенный и как будут действовать еще украинская армия, если выстоим, значит, тогда большого наступления такого в виде общевойсковой, фронтовой операции, не только на локальных участках действия. Вот это может быть для того, чтобы, ну, скажем так, зафиксировать хотя бы и не полную, но тем не менее, ну, такую военно-политическую прибыль от так называемой специальной военной операции. И все. А потом уже в январе-феврале и по погодным причинам, и по предвыборным причинам не рисковать. В конечном счете, что Путин может выдать за победу? Это появление сухопутного, так называемого, коридора или моста в Крым. И вот это принятие, ну, аннексирование украинских территорий в состав Российской Федерации. Это новые субъекты территории. Во-вторых, неуспешное украинское контрнаступление. И предложение Запада к этой, скажем так, заморозке либо корейской ничьей и так далее и тому подобное. Если же, вот я так смотрю, я сейчас вижу какие-то приготовления и активизацию действий на линии фронта со стороны России. Купенское направление, Кременная, Авдеевка на юге. Ну, посмотрим, либо это для того, чтобы выровнять линию фронта к заморозке конфликта будущей, так, либо для того, чтобы отодвинуть артиллерийские возможности украинской сил от Донецка. Потому что Абдеевка почти рядом с Донецком. Посмотрим. Так вот там идут активные. Либо, может быть, готовится и большое контрнаступление. Российское, кстати говоря, буквально несколько дней назад Путин посетил штаб СВО вместе с Шойгу и Герасимовым в Ростове-на-Дону. Наверное, там военные докладывали, как говорят, военно-оперативную обстановку и возможности для большого наступления со стороны России. Если же таких возможностей нет, Путин не будет рисковать. Есть о чем, скажем так, выдать за победу. Ну, вот Крым, например, так, он в рамках аннексированный, так. Сухопутный коридор в Крым, освоение вот этого сухопутного коридора. Неуспешное контрнаступление, причем они будут говорить, что это неуспешное контрнаступление Запада, который предоставил технику Украине, эту технику, как там, щелкают, поджигают и тому подобное и так далее. То есть Запад бессилен, так это будет звучать. Потому что рисковать каким-то наступлением не очень успешным, неудачным, накануне выборов, Путину это не надо. Хотя, как бы, это и не будет смертельным, так, для шансов Путина переизбраться. Но мы должны же понимать, что в России избирают не президента, там избирают царя. Там должна быть победа в первом туре. 75% на 75. 75% явки, из них 75% большинство должны проголосовать за Путина. Поэтому там, скорее, без рисков должно быть. Тут так, для того, чтобы это была триумфальная победа, надо либо победное такое, такое, скажем так, эпилог к войне, наступление с каким-то прорывом, к нанесением поражения Украине. Но для этого можно не иметь ресурсов и положить жизни. И оно может быть неуспешно. Либо, мне кажется, вот как вы в вопросе своем в последней части сказали, просто война уйдет в фон. И так, как бы, они большую часть задач, тем более, что пропаганда может как раз помочь в этом, решили. Территорию Украины аннексированы, ряд территорий Украины аннексированы. Сухопутный мост Крым действует. Там идет вовсю, будут говорить, строительство, отстраивание, например, того же Мариуполя. Азовское море стало внутренним морем России. Порты Азовские стали портами России. Ну и так далее. По списку вот можно объявить вот этот перечень, так сказать, победных или успешных действий Путина перед выборами. Я бы хотел конкретизировать, на короткий ответ рассчитывая. То есть вы не рассматриваете варианта, что Путин вдруг к выборам превращается в миротворца, который говорит, войну надо заморозить, идем на переговоры. Нет. Зачем? Я думаю, если бы в России была большая партия, условная партия, перемирие, мир, во-первых, у них, его главная задача, поэтому и называют СВО, чтобы война была где-то там. Она не внутри России, она за пределами России, она в Украине, или, как они говорят, на Украине. Поэтому война – это что-то, скажем так, далекое от простого россиянина. Поэтому тут надо либо, чтобы она и оставалась такой, без всяких суперпобедных реляций и тому подобное, либо надо подготовить такое наступление, чтобы оно было таким крутым, скажем, кодой, как говорят музыканты, таким триумфальной кодой, о чем можно будет объявить и простому россиянину. Ну, вот так вот может быть. Но, скорее всего, оно будет вот по первому сценарию, когда просто война после Нового года обойдет такой шконовый режим, чтобы подальше, как говорится, от греха, неожиданности и сюрпризов. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.